19 часов и 3 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько. Это Финам.ФМ и ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». Вот мне не стыдно признаться в том, что тему, которую сегодня мы будем обсуждать с моей гостью, я ее опасаюсь. Я понимаю всю тяжесть темы, я понимаю те вопросы, которые сегодня мы будем обсуждать. Они крайне щекотливые. Есть просто вопросы, которые крайне тяжело понять, рассудить. Но при этом, безусловно, нужна поддержка, нужна помощь. Вот сегодня мы будем говорить с вами и с моей гостью о хосписах. Все-таки это чье дело? Государство или общество? Мы говорим отдельно о детском хосписе и с удовольствием вам представляю мою гостью. Это Нюта Федермейсер, президент благотворительного фонда помощи хосписам. Вера, Нюта, добрый вечер. Добрый вечер. Наши средства коммуникации. Многоканальный телефон 651099,6, код Москвы 495. Для звонков финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. На портале идет также и прямая веб-трансляция. То есть вы можете как слушать, так и смотреть. Ну и кроме того, можете пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере. Направляя туда свои письма с вопросами и комментариями. Нюта, вот я вам за эфиром, честно сказал, я не подступал ни разу, не подступался ни разу к этой теме. Несмотря на то, что 12 лет работаю профессионально в прямом эфире. И когда я слышу такое понятие, как хоспис, да, у меня, в общем-то, волосы на голове начинают шевелиться. Вот можете доступно, да, объяснить мне и нашим слушателям, все-таки в чем предназначение, для чего они необходимы. И, собственно, кто там оказывается. Во-первых, я думаю, следует сказать о том, что когда хосписы, если вы давно работаете, если вы о хосписах никогда ничего не слышали, и если для вас это совершенно новая тема, наверное, это здорово. Это значит, что, слава богу, вокруг вас все здоровы. Это первое. Второе. Для того, чтобы перестать бояться говорить о хосписах, нужно... А вообще-то нужно перестать бояться, да, нужно просто стать шире. Это, безусловно, и к обществу, и к государству. О хосписах боятся говорить именно потому, что о них мало знают. Но их ошибочно сочетают с разговорами о смерти, о своей собственной смерти или о своей тяжелой болезни. Точно так же можно бояться говорить о войне, о тюрьме, о чрезмерных каких-то там личностных комплексах. Это жизнь. Мы все взрослеем, стареем, болеем и умираем. И, наверное, гораздо правильнее обсуждать и думать о хосписах, и думать о том, чтобы они качественно и эффективно работали тогда, когда мы молоды и здоровы, чтобы обеспечить себе достойный уход в конце жизни. Что касается того, кто в хосписах оказывается, ну, начать, наверное, стоит издалека. Во всем мире хосписы появились 80 лет назад. Тогда же примерно появилось понятие палеотивной медицины. Это медицина, которая не занимается лечением заболевания, а занимается лечением симптомов тяжелой болезни. То есть когда уже понятно, что вот саму болезнь, совсем не обязательно рак, это может быть рассеянный склероз, это может быть у пожилых людей тяжелый альцгеймер, паркинсонизм. Когда мы уже не говорим о том, что мы вылечим болезнь, мы стараемся облегчить качество жизни вместе с этой болезнью, совместной жизни с этой болезнью, у человека, облегчая его симптомы. Это совсем не обязательно больно. И жизнь продолжается. Жизнь продолжается. И хосписы ровно про то, что жизнь продолжается. Какая бы тяжелая болезнь у вас ни была, состояние всегда можно облегчить. Можно снять боль, можно уменьшить одышку, можно уменьшить тошноту и рвоту. Можно просто обеспечить достойный уход человеку, у которого ничего не болит, но который после тяжелой автомобильной травмы или после тяжелого обширного инсульта не может встать. И у него нет у родственников достаточно сил, денег, времени, чтобы за ним качественно ухаживать. Хосписы во всем мире появились 80 лет назад. И они работают для всех пациентов, всех возрастов от рождения до самой глубокой старости. Тех, кто хронически тяжело болен заболеванием, которое сокращает продолжительность жизни и с очень большой вероятностью станет причиной преждевременной смерти. То есть это, в общем-то, социально-медицинское учреждение? Да, это социально-медицинское учреждение. Было бы неправильно называть хосписы только социальными учреждениями, потому что хосписы имеют в развитых странах от 40 до 60% медицинской составляющей и, соответственно, от 40 до 60% социальной. В России несколько иначе ситуация? Да, в России несколько иначе. В России хосписы пришли 20 лет назад. В России особенность хосписов основная состоит в том, что они помогают исключительно онкологическим больным в большинстве своем. Это ошибка. Я надеюсь, что эта ошибка будет в ближайшее время решаться. Был принят в прошлом году закон об охране здоровья граждан, где впервые введено понятие палеотивной медицины. И вот это понятие палеотивной медицины, палем от слова плащ, покров, помощь, оно должно распространяться на всех тяжелобольных людей, независимо от диагноза. Будем надеяться, что принятие этого закона ситуацию изменит как-то. Но вот на сегодняшний день это только для тяжелых онкологических больных. И да, в России хосписы молоды. Хосписы крайне бедны в регионах особенно. Они финансируются по остаточному принципу. Люди, которые в них работают, это энтузиасты своего дела. Люди всегда очень хорошие, очень порядочные. В хосписе никто не идет за деньгами, никто не идет ни за какими экспериментами. Понимаешь, что туда люди приходят добрые, отзывчивые, с таким вот желанием помочь. Безусловно, бывают исключения. Безусловно, неприятные ситуации... А исключения в чем? Исключения в людях бывают. Человеческий факт. Конечно, не все таковы. Но если брать картину в целом, то это все равно так. В хосписе никто работает для того, чтобы получить какую-то невероятную выгоду. Казалось бы, в хоспис попадают пациенты старые, тяжелобольные. Многие из них одинокие. Очень много мифов про то, что положат тебя в хоспис квартиру, отнимут. Я не знаю таких случаев, чтобы отняли квартиру, отобрали, обобрали, обманули. Хотя хосписы, где есть тарифы, расценки на госпитализацию, на продление пребывания, к сожалению, существуют в Москве. За городом и в регионах, и чем дальше, тем этого вообще меньше. Просто потому что там у людей нет этих денег. То есть это может быть коммерческое учреждение? Вы знаете, я все больше прихожу к мысли о том, что хоспис может быть коммерческим учреждением. И, наверное, должны быть коммерческие хосписы. Но только тогда, когда некоммерческих будет достаточно для удовлетворения потребностей населения. Как только мы сделаем... Вообще цифра настолько ужасающая от людей, которые нуждаются в хосписной помощи... Можете ее назвать? Я вам так скажу. В Москве, только в Москве, диагноз рак четвертой стадии ежегодно ставит более чем 27 тысячам человек. Схожие цифры — это люди после инсультов, с какими-то тяжелыми прогрессирующими заболеваниями, старики с деменцией, которых мы с вами не видим. Они сидят по домам, к сожалению, старики с деменцией, с альцгеймером, с паркинсонизмом тяжелым. Они попадают в психиатрические больницы, в отделения для стариков с деменцией, где жуткие условия пребывания. Несмотря на то, что тоже чудные работают люди, преданные своему делу. У нас все советское время была победоносная медицина. Мы должны были всегда вылечить. Мы должны были всегда показать хороший результат, хорошую статистику. Это сломать очень трудно. У нас в Советском Союзе... Это же лживое направление. Да, люди не умирали. Ну что значит лживое, не лживое? Ну вот такая данность. В Советском Союзе люди не умирали, все были счастливы, все улыбались, инвалидов не было. Счастье всенародное. Да, счастье было всенародное. Сейчас мы как-то понимаем, что это некоторая иллюзия. Начинаем какие-то там наметочки, какие-то малюсенькие шажки, какие-то смешные нелепые пандусы начали староить для инвалидов, на которых скорее шею сломаешь, чем куда-то доедешь. Это правда. Хоть что-то стало, в общем-то, появляться. Стали появляться хосписы, появилась палиативная медицина в законе, стало появляться, увеличиваться количество отделений сестринской помощи. Я тут прочитала ВОЗовский доклад о перспективах развития палиативной медицины. ВОЗ — это Всемирная Организация Здравоохранения, кто не знает. Перспективы развития палиативной медицины в мире. В мире ситуация демографическая такова, что количество старых и пожилых людей растет. Количество молодого, трудоспособного населения, которое платит налоги и берет на себя заботу об этих стариках, сокращается. Россия не исключение. Да, Россия далеко не исключение. Рождаемость у нас низкая. Более того, развитие медицины, которое происходит везде, в том числе и в России, способствует продолжению срока жизни, а, соответственно, способствует длительности хронического заболевания. И объем палиативной помощи в мире до 2020 года должен вырасти на 40%. Это невероятная цифра. И палиативная помощь — это далеко не только старики. Начиная от самого рождения, мы научились выхаживать младенцев, родившихся очень сильно преждевременно. Они у нас выживают, но многие из них, к глубокому сожалению, остаются тяжелейшими инвалидами и живут всего несколько лет. И это дети, с которыми мамам дома очень сложно. Им нужна помощь хосписа. Это ни в коем случае не отказ от таких детей. Хоспис — это организация, нацеленная на работу с семьей пациента. Качественно работающий хоспис — это хоспис, который задействует семью в помощи больному человеку, который понимает, что если болен близкий родственник, то больна вся семья, и работать нужно со всеми сразу. Это не отторжение от родных и близких? Нет. Вот это самый главный и трудный миф, с которым нужно бороться. И пускай это услышат радиослушатели. Никогда не клеймите людей, передающих на заботу в хоспис своих, мам, пап, бабушек, дедушек, потому что они нуждаются в помощи, они не отказываются. Продолжим после выпуска новостей. 19 часов 17 минут. Реальное время Финам-ФМ. Здесь у нас в гостях в студии прямого эфира Нюта Федермессера, президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Говорим о крайне важном социально-медицинском направлении. Сейчас в последнее время очень много идет разговоров о необходимости детского хосписа здесь, в российской столице. Вы в том числе написали пост на эту тему. Это действительно кричащая проблема? Да, кричащая проблема. В чем суть? Суть в том, что Россия по-прежнему страна с очень сильным центром. И в Москву стекаются на лечение и взрослые, и дети практически со всего бывшего союза. В России и в Москве есть федеральные клиники, очень высококачественные. Сейчас у нас лечение онкологии вполне конкурентоспособны с Западом с точки зрения протоколов лечения, чем и как лечат. Мы совершенно отвратительны с точки зрения медицинской этики, обращения с пациентом моего родственников, хамства и так далее. Но чем и как лечим, мы конкурентоспособны. Лечим, лечим, лечим. Но, увы, иногда приходится признать, что медицина может не все. И как со взрослыми, так и с детьми случаются ситуации, когда врачи говорят, простите, но кроме слов сочувствия мы больше ничего не можем. Вы неоперабельны. Да. Мы уже вот соперировали химию, провели, облучение провели. К сожалению, только под наблюдение районного онколога домой. Понятно, что с детьми это сказать сложнее. Понятно, что с детьми борются дольше. Масса врачей, которые так привязываются к своим пациентам маленьким за годы лечения, что они не могут их выписать. Но тоже все отдают себе отчет в том, что у некоторых детей, которые только начинают свое лечение, там счет идет на дни, на часы. Каждый день дорого. Только если ребенок бесперспективный занимает дорогую койку в высокотехнологичной больнице, то какой-то ребенок еще перспективный теряют драгоценное время. Куда этого ребенка выписывать? Ребенок находится в таком тяжелом состоянии, что речи о том, чтобы отправить его обратно в Хабаровский край, откуда он родом, не идет. Он нетранспортабельный. Его нельзя туда никак направить. В Москве до недавнего времени было отделение палеоативной помощи в НПЦ Солнцево. Оно раньше принимало всех детей московских и федеральных. Потом с 2012 года оно стало платным для немосквичей. Можете себе представить, что такое. Мало того, обойти благотворительные фонды, продать все, что у тебя было, уйти с работы, потерять друзей, время, силы, когда ты своего ребенка лечишь. А теперь еще тебе нужно за то, чтобы он умер в достойных условиях, тоже заплатить. Это отделение стало платным. С недавних пор оно свое существование прекратило. И на сегодняшний день единственным учреждением, которое может оказывать и оказывает помощь умирающим тяжелобольным детям, это первый московский хоспис, который находится в центре Москвы. Он московского подчинения. Он бюджетный, государственный, с очень достойным финансированием и даст благотворительной составляющей. Но это все-таки взрослый хоспис. И принимает этот хоспис детей по так называемым розовым талонам. Это специальное направление от Департамента здравоохранения. Благо, никогда Департамент здравоохранения не отказывал в предоставлении розового талона умирающему ребенку, независимо от того, где он родился и жил. Но это взрослый хоспис, москвичиня, не москвичиня. Талоне во взрослый хоспис не отказывали. Но дело в том, что это взрослый хоспис, который должен обслуживать Москву пожилых людей с раком в центральном округе, которых очень много и которые ничуть не менее цены, чем умирающие дети. И взрослый хоспис при всем том, какой работает там прекрасный персонал, и насколько у него уже большой опыт, это все равно взрослый хоспис, но для детей не предназначен. У детей должны быть вокруг дети, должно быть другое общение, другие палаты, другое меню, другая форма у сотрудников, другие занавески, другие кровати, другое оборудование. И все другое. Давайте понимать, что дети это не маленькие взрослые, а дети это дети. И если школа отличается от института, а детский сад отличается от хосписа, а детская больница отличается от взрослой больницы, то точно так же детский хоспис должен отличаться от взрослого хосписа. Более того, в отличие от взрослых, дети не склонны впадать в депрессию в конце. Они гораздо более мужественны, радостны, терпеливы. Они хотят развлекаться, они хотят играть до самого конца, они хотят подарки на Новый год, они хотят iPad, они хотят что-нибудь вкусненькое, они не хотят манную кашу, они хотят гамбургер. А это больница. Да, у нас тоже нет, мы не навязываем манную кашу, и мы можем принести гамбургер. Но это все на надрыв, на большом усилии для персонала, это все большая нагрузка на благотворительный фонд. Детский хоспис в Москве необходим очень, потому что в Москве ежегодно только от рака умирает более 100 детей. Если мы прибавим иногородних детей, цифра сильно изменится. А, как я говорила, иногородние дети продолжают и будут продолжать умирать в Москве, потому что довольно большая статья расходов нашего фонда – это расходы на то, чтобы ушедших деток отправлять домой, чтобы их родители могли уже дома захоронить на территории. Потому что в Москве сосредоточены артерии медицинские, где детей лечат. Сколько стоит? Уж простите за циничный вопрос, но мы, в виде взрослой, понимаем, о чем идет речь. Сколько стоит появление такого хосписа? Сколько стоит содержание одного ребенка в таком хосписе? Смотрите, мы совместно с фондом «Подари жизнь» разработали проект и строительство, и содержание детского хосписа на 20 коек. Это небольшое учреждение, а хоспис не должен быть большим. И благо, большая коечная мощность не нужна для детского хосписа. И огромной выездной службой. То есть большая часть работы будет приходиться на выездную службу, когда сотрудники ездят домой к родителям, у которых тяжело больные дети, и максимально обеспечивают комфорт там. Средствами по уходу помогают, схемой лечения помогают, психологической, социальной, духовной поддержкой помогают. Конечно, если у мам и у пап есть эта поддержка, они предпочтут находиться дома, а не в стационаре, как бы прекрасно он ни был. Вот строительство такого хосписа – это порядка 7 миллионов долларов. И содержание такого хосписа в год – это порядка 120 миллионов, здесь я уже говорю, в рублях, 120 миллионов рублей в год. Но это не маленькие деньги, конечно. Это, безусловно, не маленькие деньги, но с другой стороны, безусловно. Вот у меня тогда возникает вопрос. Вы с небожителями, с власть-придержащими общались на эту тему? Вот мы очень много с кем общались, особенно уже после этого поста в Фейсбуке. Но, на мой взгляд, надо смотреть правдиво в глаза, власть у нас достаточно авторитарная в стране. На мой взгляд, решение зависит от непосредственно самого топового начальства. Это президент, премьер-министр и мэр Москвы. Нет, с ними я на эту тему не общалась, не было возможности. Все остальные, с кем я общалась, понимают необходимость, все сочувствуют, все готовы содействовать и помогать. От этих людей не зависит принятие решения, да? Ну, вы понимаете, я не знаю, я не вхожа в высшие сферы. Я не знаю, от кого, на самом деле, окончательно зависит принятие решений, но писем написано много, встреч много. Безусловно, когда речь идет о выделении... Ну, а что говорится? Пишите письма. А, пишите письма. А, сюда написали. А вот это очень длинное письмо. Давайте перепишем. Надо, чтобы на страницу. Чиновники не любят читать больше, чем страницу. Но отфутболивают? А вот туда... Нет, никогда ни разу меня не отфутболивали. Все письма принимаются. Пока еще не было ответов. Пока еще не было ответов. Мы ждем, потому что сроки месяц. Вот ты напишешь письмо, и официально наши чиновники имеют месяц право на него не отвечать. А вообще до этого поста, до того, как вы к ним стали ходить, они в курсе были? А до этого поста... Что вот 100 детей у нас уходят из жизни каждый год. Конечно, в курсе. Это официальная статистика. Там не 100, там больше значительно с немосквичами. Конечно, в курсе. И три где-то года назад мы начали очень активную кампанию по появлению детского хосписа в Москве. Тогда еще был Лужков. И мы вот добились появления в НПЦ Солнцево вот этого отделения палиативной помощи на 10 коек. Вместе с фондом Подари жизнь. Мы боялись тогда, и как оказалось, мы боялись не зря, что если нам дадут эти 10 коек в НПЦ Солнцево, то хосписа самостоятельно существующего учреждения мы уже не получим. Так и произошло. Но, тем не менее, это отделение работало на 10 коек. И оно закрылось, собственно, 1 октября. И вот Ахтунг-Ахтунг случился в промежуток между 1 октября и вот этим моим постом, когда то отделение уже не принимало детей никаких, а 1 московский хоспис не может разорваться. И детей значительно больше, чем 1 московский хоспис может принять, а фонд Благотворительный Подари жизнь или Благотворительный фонд помощи хоспису может обслужить на дому, потому что мы все-таки не медики. Мы фондрайзеры, благотворители, социальные работники, как хотите назовите, мы не стационар. И вот к нынешним властям мы обратились, собственно, через двое суток, наверное, после того, как опубликовал я этот пост в Фейсбуке. Да и то я, в общем, не рассчитывала, что будет такой отклик. Слава Богу, что он был, и дай Бог, чтобы она всплыла. Но власти-прилежащие уже как-то отреагировали? Нет, пока. Вот мы написали. Пригласили вас на встречу? Нет, да? Нет. То есть они у нас тугодумные? У меня назначено... Вообще у меня разные встречи уже произошли. Сегодня была удивительная встреча с очень симпатичными людьми от Департамента культуры. Есть Департамент по защите памятников архитектуры. Могу ошибиться в названии, но это не... Московое наследство. Не буду врать, не помню точное название. Кто-то из чиновников. Да, которые сказали, да, мы не медицина, но вот у нас есть усадьбы подмосковные, мы готовы передать вам для детского хосписа усадьбы. И очень со мной разговаривали милые, явно люди готовы помочь, но уж никак они не могут быть заинтересованы ни в чем, кроме, собственно, помощи. На радио Эх, Москвы выступал Ресин, рассказывал про свою программу, там 200 храмов в Москве построек. Кто-то из слушателей ему позвонил и сказал, давайте построим детский хоспис. И Ресин, который, как известно, был при Лужкове начальником нашей градостроительной всей политики. Правой рукой. Правой рукой. Он сказал, что он с удовольствием встретится, и оперативнейшим образом связались его помощники. И на послезавтра, если я не ошибаюсь, назначена встреча с Ресиным. Я очень надеюсь на хорошие результаты. И он действительно, когда был вот в той должности, он всегда способствовал и помогал развитию первого московского хосписа взрослых на спортивном. На самом деле, я почему вот так дотошно расспрашиваю, мне представляется, что для них вот эти суммы, которые они обозначили, 7 миллионов долларов, 120 миллионов рублей годовое содержание, насколько я понимаю. Да, это порядка 5 миллионов долларов. Это не деньги. Да, мы же знаем с вами, сколько у нас заплатили за футболистов там. Футболистов, сколько они распилили на оборонсервисе. Это я не знаю, а про футболистов знаю. Я знаю, как профессиональный журналист, да, и так далее. Они больше тратят вот этой суммы, да, вместе взятой. Ну, может, не в сутки, но в неделю-то точно. Очень хочется так же, как и вы, надеяться на то, что встреча с Ресиным, она приведет к конкретному уже результату. Да, я считаю, что это такое. Ну да, вы правильно говорите, мы все понимаем. Мы сейчас уходим на краткий выпуск новостей, затем продолжим, поговорим о необходимости помощи со стороны людей. Очень важная тема сегодня у нас в реальном времени на Финам.фм. Помощь хосписам, дело государства или общества. Нюта Федермессера, президент благотворительного фонда помощи хосписам. Вера у нас в гостях. Ваши звонки на 65 10 99 и 6, код Москвы 495 и финам.фм на портал Ваш Письма. Там идет и прямая веб-трансляция. Это еще раз, значит, вот по детям, да, я из-за эфира уточнял. 100 москвичей, только москвичей. Детей уходит от рака ежегодно. Но хосписы нужны, как я уже говорила, как взрослым, так и детям, не только онкобольным. Потребность в палеотивной хосписной помощи, в палеотивной помощи для детей в Москве порядка трех тысяч детей в год. Это не значит, что они все в этот год уйдут. Дай бог, чтобы они жили и жили с помощью как можно дольше. Безусловно. В достойных условиях только. Потому что иначе это невыносимо. Порядка трех тысяч человек в год. Вы знаете, эта же цифра, наверное, не вчера возникла, да? И даже не позавчера, и не позапозавчера. Ну, вы знаете, эта цифра не возникла вообще, потому что Госстат такой цифрой не располагает. Она не посчитана официально. Это то, что показывает и наш опыт работы последние годы вот с детьми этой категории. И это мировые системы подсчета. То есть, как посчитать... А для российской статистики таких детей нет? Нет. Для российской нет. Потрясающе. Люди помогают? Помогают. Вот если у вас тема передачи «Помогать обществу» — это хосписом, это дело государства или общества. Это дело и государства, и общества. В хосписе оказываются граждане этой страны. В большинстве своем, слава богу, это граждане, сильно пожившие, прожившие разную жизнь. Достойную, менее достойную, мужественную, менее мужественную, веселую, бесшабашную. Любили, разлюбливали, женились, рожали детей, работали. Жили. Жили, понимаете? Они жили в этом государстве. Они старались купить машину, дачу, выстроить. Вот так, жизнь устроена, мы все там будем. Они оказываются в хосписе под конец. Кто-то из них тяжело болеет. И это граждане государства. Если государство не может обеспечить достойную смерть, то мы превращаемся в совершенно первобытное общество. Надо сказать, что когда в Африке начали развивать благотворительность, прежде всего американцы, лет так, 50 назад, сначала они там построили странноприимные дома для умирающих от разных болезней, а уже потом стали строить школы и раздавать питьевую воду и так далее. Так вот, это вопрос и к обществу, и к государству. Помощь хосписам это вопрос культуры общества. Это богатые люди. Разные люди помогают. Помогают богатые люди, помогают люди очень бедные, помогают. Вот мы тут проводили такую кампанию в фейсбуке, и написали, что в хосписе, которым мы помогаем, а на сегодняшний день наш фонд помогает 19 хосписам по всей России, нужно приносить чай, кофе и сахар не столько для пациентов, сколько для сотрудников, которые работают, делают эту тяжелую работу, и которые хотят на 5 минут сделать паузу, попить чай и кофе. Зарплаты у них маленькие. И вы знаете, в хосписе у нас в фонде набралось такое количество чая и кофе, что мы могли просто фурами уже это отправлять. И вот ты смотришь по пакетам, кто-то приносит ящик, кто-то 5 ящиков, а кто-то в скромном пакете, который, как в советские годы, несколько раз постиран этот пакет и завязан на узелок, и там лежит такой набор туриста. Баночка кофе, пакетики с чаем, пачечка сахара и упаковочка сливок. Но это же очевидно, какой-то пенсионер привез, принес, потому что он услышал, прочитал. Разные помогают. А помощь нужна вот именно такая, материальная или иная тоже? Помощь нужна разная. Помощь нужна, самое главное, те люди, которые в своей жизни столкнулись с помощью хосписа и остались с пониманием того, что это нужно, вот, на мой взгляд, самая главная помощь – это распространение идей хосписной помощи и хосписной философии, чтобы разрушить те мифы, которые у нас существуют. О том, что хоспис – это дома смерти, о том, что если вы кого-то в хоспис сдали, то это значит, что вы отказались от родственника. Вот это категорически не так. Крайне сложно при той социальной поддержке, которую мы получаем от государства, не воспользоваться помощью хосписа, если хоспис существует. Надо пользоваться, надо от этого государства получать то, что можно получить. Это самая важная помощь, такая вот информационная. Безусловно, не все хосписы соответствуют хосписной философии, где-то берут деньги, где-то некачественно помогают, и об этом тоже надо говорить. Очень надо. Потому что, прежде всего, руководство этих хосписов должно получить по тыкве и понимать, что это станет достоянием гласности, то, что там происходит. А в чем вот проблема возникает, когда мы говорим о некачественных услугах? Почему она возникает, не пенела вопроса. В чем? Вот в чем суть? Ну... Хоспис должен обязательно быть круглосуточно открыт для родственников. Наша мама, папа, бабушка, дедушка могут умереть в любое время суток. Когда им становится хуже, мы должны иметь возможность сидеть с ними рядом и держать их за руку, и иметь около качественный медицинский персонал, обученный, милосердный и профессиональный. А если у нас часы посещения ограничены с двух до пяти, а мама моя вздумала умереть в четыре утра, то, значит, посредством, руками, руководство этого хосписа я ей обеспечила смертью одиночества. Безусловно, хоспис – это то место в России, куда попадают онкологические больные, как правило, страдающие тяжелейшими болями. Это наркотическое обезболивание, это большое должно быть внимание у персонала к каждому пациенту, чтобы наркотиками не просто человека загрузить и поместить его в такой постоянный сон, сопр, полукому, а чтобы обезболить, но при этом оставить его активным, общающимся со своими родственниками, реагирующим на то, что происходит вокруг. И вот родственники, попадающие в хоспис, они готовы абсолютно всё отдать для того, чтобы своему любимому человеку облегчить страдания в последнее время. Вот этим ни в коем случае нельзя пользоваться. Пользуются. Пользуются. У нас страна такая, как не воспользоваться. Конечно, пользуются. Вот этим нельзя пользоваться. Это вопрос нравственности. Поэтому я говорю, что помощь хосписам – это вопрос для всего общества. Это вопрос культуры. А помогают очень разные люди. Слава богу, последние пару лет к нашему фонду и к хосписам стали поворачиваться лицом уже бизнес-компании крупные. Раньше мне казалось, что это вообще никогда не произойдёт. Куда-нибудь придёшь, в какую-то крупную компанию, банк, не знаю. Они говорят, вы знаете, мы помогаем детскому дому. И я уже начинала тихо ненавидеть эти детские дома, потому что, ну что ж такое, но все детские дома помогают, а нашим хосписам никто не помогает. Сейчас помогают. И люди помогают, и откликаются. В Фейсбуке напишут про какую-нибудь потребность. И уже сейчас не так вроде принципиально. Это ребёнку ты собираешь или взрослому откликаются, приносят. Да. А скажите, такой личный вопрос. А вы сами-то откуда силы черпаете? Ведь то, я так понимаю, с кем и с чем вы сталкиваетесь, да? Мы все, кто работают и в фонде, и в хосписе, а это намного тяжелее работать в хосписе, чем в фонде, мы все черпаем силы в своей работе. Потому что, как бы вам страшно эта тема не была, до тех пор, пока вы не придёте к нам в хоспис в гости, например, или к нам в фонд в гости, вы не поймёте, насколько это благодарная работа. Вот понимаете, если в семье происходит радостное событие, рождается ребёнок, да? Приходят все, друзья, на работе поздравляют, дарят цветы, у вас звонит телефон, вам дарят бесконечный подарок. Если в семье кто-то заплевает, телефон затихает. На работе с вами боятся про это разговаривать, о чём спеть и говорить. У него мама дома от рака умирает. Как вообще? Непонятно. И когда люди оказываются в организации, где им приходят на помощь искренне, где с ними не боятся говорить, где с ними не боятся вместе обняться и поплакать, где с ними не боятся обсудить то, что, в общем, больше никто не обсуждает, мамину последнюю волю, её желание, как она хочет уйти, как они будут жить дальше. Благодарность безмерно родственников наших пациентов. Мы становимся с ними друзьями. Если вы обращаетесь в больницу по поводу перелома ноги или аппендицита, и вам там всё успешно сделали, и вы вышли оттуда на своих ногах здоровый, вы потом эту больницу обходите стороной, потому что вам неприятно вспоминать. А к нам в хоспис, в Первый Московский, где люди расстаются со своими ближайшими любимыми родственниками, люди к нам возвращаются годами, они становятся нашими друзьями, потому что мы были с ними рядом в самое тяжёлое время их жизни. Это крайне благодарная работа. Погружение в работу и компенсируете, да? Мы получаем от родственников столько любви и признательности, мы получаем от пациентов столько слов благодарности, что, да, мы черпаем силы, собственно, в работе. Безусловно, очень здорово, чтобы и в хосписе, и в благотворительном фонде в нашем, и в любом другом благотворительном фонде работали бы люди, у которых всё в семье хорошо, счастливые, там, муж, дети. Слава Богу, у меня очень хороший тыл, и замечательные муж, и дети. Но семья тоже требует сил. И я не знаю, у меня мало сил на семью, но в семье я тоже оставляю силы. А черпаем, наверное, мы силы, да, на работе. — Были ситуации, которые вам запали в душу? В которых вы помните, помните по-доброму, так знаете, по-доброму? — Ну, масса таких ситуаций, они постоянно происходят. — Это дети? — Да нет, пожалуй, в моём случае это в основном старики. Я вообще очень люблю пожилых людей, и я очень люблю слушать их истории, и разные ситуации западают в душу. Сейчас пытаюсь перебрать, которые были бы приемлемы для радиоэфира прямого. Да, много каких-то физиологических подробностей, не помню. Но вот был замечательный пациент у меня давно, который ко мне привязался. Я тогда ещё училась в институте. И у него был рак горла, он был с трахеостомой, с такой трубочкой, вот здесь дырочка, он не мог говорить. Соответственно, чтобы что-нибудь сказать, ему надо было закрывать эту дырочку, чтобы воздух не выходил. А когда он совсем ослабел, он же говорить не мог, и пытался там каракулями что-то писать. Он ко мне привязался, у него никого не было, кроме пожилой мамы, которую звали Агафья Тихонова, я очень хорошо это помню. И он очень меня ждал, чтобы я ему помогла переодеться на чистую майку. Он выпить любил, чтобы я ему налила выпить, чтобы я его побрила, потому что он, в общем, был достаточно интересный внешний мужчина и не старый. И потом у меня случились каникулы после сессии, я с подругой уехала на дачу, сказала ему, что у меня каникулы, я уезжаю, приеду через 4 дня на даче, а каникулы, ясное дело, 2 недели. На даче совершенно прекрасные 4 дня, ну как тут поедешь обратно в Москву работать, тогда никаких мобильных телефонов не было, но я банально осталась там, но у него не на 2 недели, ну не на 10. Приехала, а его нет. И вот мама его передала мне тетрадочку, где на последних листах он неоднократно писал одно и то же. Когда приедет Нюта, я хочу быть перед смертью вымытым и побритым. Нюта отдыхала на даче. И вот таких историй, к сожалению, не одна. С детьми тяжелее? Вы знаете, нет, я так не считаю. Дети мудрее, дети светлее, с детьми тяжелее с мамами детей. Вот с мамами, а мы все время говорим про мам, потому что, к сожалению, государство наше, страна наше и люди наши так устроены, что действительно, когда ребенок долго болеет, папы, как правило, из семьи уходят, остаются одни мамы, есть мужественные папы. В основном, да, когда встречаешь семью и есть папа, ты думаешь, что это не папа, это герой. Это просто большой молодец, когда он есть. Но есть такие папы. Есть папа замечательного мальчика, Дима Нариманова, который борец и мой герой. Но с детьми нет. Тяжелее с мамами, а дети, понимаете, они настолько... Они осознают вообще? Осознают. Они все осознают. То есть они все понимают? Все они понимают, и вообще довольно трудно. И вот это тема для отдельной передачи, но думать про то, что взрослый человек, болеющий раком, не знает, что он болеет раком, это смешно. Это обманываются родственники, обманывают себя и обманывают своего близкого. Если он прошел химиотерапию, лучевую терапию, был в Герцена в онкоцентре на Каширке, облысел три раза, похудел на 20 килограмм, сидел в очереди, что-то обсуждал и лежал в стационарах, а потом он попадает в хоспис, и к нам приходят родственники. Вы знаете, вы только не произносите при нем слово рак и слово хоспис. Ну, хотите обманываться, обманываетесь, но вообще-то лучше честно и открыто оставшееся время жить. Дети все понимают, но дети не унывают. Мне кажется, самое главное, ведь вы действительно продолжаете жизнь человека. Вот в этой сложной ситуации, в общем-то приговора, жизнь продолжается. Мне кажется, это самое главное. И хоспис – это место, где сконцентрирована жизнь, как нигде. Мы продолжим общение с Ньютой Федермессер сразу после краткого выпуска новостей. Звоните, пишите. В 19.47, реальное время, Финам.фм. Меня зовут Юрий Пранько, и напротив меня Ньюта Федермессер, президент благотворительного фонда помощи хосписам Вера. Говорим о крайне важной теме. Ваши звонки на 65 10 99 6, код москвы 495, финам.фм. Наш портал в интернете для ваших писем. Но все-таки, а как жизнь-то продолжается? Я хочу понять. Как в хосписе продолжается жизнь? Значительно более интенсивно, чем вне хосписа. Потому что она сконцентрирована, потому что ее меньше, и хочется успеть больше. У нас в хосписе раз в неделю проходят концерты. Вот когда вы были последний раз на концерте? Я? Да. Я не вспомню. Ну вот в хосписе раз в неделю для всех пациентов концерты. У меня эфиры, когда идут все концерты. Вот понимаете, вы очень много пропускаете, переходите к нам в концерты, бывают разные, чудесные. В хосписе играл Ростропович, в хосписе играла Наталья Гутман, Теодор Курензис, Юрий Башмет. В хосписе танцевал ансамбль «Березка». Совсем недавно в хосписе почти два раза подряд выступали замечательные две девушки с танцами живота. И еще выступали потрясающие цыганки, настоящие. К нам приходил фокусник, который заворожил наших пациентов. Понимаете, когда это происходит, люди совершенно забывают о своей болезни. И вот приходят вечером родственники. Родственники приходят с кислым видом, они сами устали после работы. Они приходят к своей маме, папе с готовностью говорить о болезни, о боли. А те им говорят, нет, это потом. Ты знаешь, у нас сегодня были такие девочки, у них были такие танцы живота. Родственники в Ауте. Родственники в Ауте, да. У нас в хосписе есть живой уголок, там есть такой зверек, который называется Дегу. Такой симпатичный грызун очаровательный. Он катается по всему хоспису в таком прозрачном большом шаре, сфере такой. Его с утра туда сажают, и он закатывается во все палаты, он подкатывается ко всем кроватям, он со всеми общается, он совершенно создает невероятную атмосферу. У нас есть добровольцы-собаки, которые по вызову приходят к пациентам, которых нужно как-то морально поддержать. Замечательная собака-белоснежка, которая укладывает ее на кровать к пациенту, и она так нежно-нежно морду подсовывает под ладошку. Человек чувствует это тепло от собаки. Мальчик у нас один лежал, он захотел, например, пони. Мы эту пони впихнули ему в палату. А была одна девочка, я помню, мне пришла смс-ка такая, что вот срочно помогите, срочно нужна обезьяна в трусах. Я думаю, что это вообще такое за смс. Позвонила, оказалась девочка, сказала, что она очень хочет обезьянку, но не просто какую-то дикую из зоопарка, а адресированную из цирка в трусах. Доставили. Доставили, конечно. У нас есть пациенты, которые хотят прокатиться на теплоходе по Москве-реке, которые хотят... Мы с вами все в суете, в суете, понимаете, мы забываем про жизненные какие-то радости, и про то, что это круто прокатиться по Москве-реке на теплоходе. Есть кто-то, кто хочет ходить в цирк. Вот недавно был мальчик семьи, мы оплатили поездку в Израиль. Это была его мечта, и вот он захотел святую землю, ну и прекрасно, и еще оплатим, если он еще куда-то захочет поехать. В хосписе, когда были выборы президента, мы как-то подумали, ну что-то тяжелые пациенты, не будем проводить эти выборы. У нас в одной палате устроили бунт бабушке. Как это так? Это мы им урны не принесем, они не проголосуют за президента. Что это такое? Это мы нарушаем Конституцию. Конституционное право, да. Да, голосовали, естественно. В хосписе, я не знаю, какая вот, можете мне поверить, можете не поверить, но у нас какая-то микроаура непонятная. В хосписе потрясающая есть садовница, Люда, которая занимается садом-огородом, и которая... В хосписе территория хорошая, пациенты из палат, из каждой палаты есть выезд на улицу, в теплое время года очень много гуляют, и в хосписе, как нигде в Москве, рано стаивает снег, и прорастают крокусы. В хосписе есть огород. Мы на этом огороде растим огурцы, помидоры, сельдерей, что-то там еще растит Люда, в общем, все, она растит, и разносит это по палатам тем пациентам, которые не очень хотят выезжать на улицу. Вот она приносит им какой-нибудь помидор и говорит, это вот у нас выросло в огороде. Те думают, сумасшедшая какая-то, какой-то огород, но она таким образом их уговаривает, выманивает на улицу. Выходит. Выходит. Да, в хосписе, в общем, много всего. Сейчас в чем нуждаетесь? Вот у нас же скоро новогодние и рождественские праздники. Подарки-то готовите? Конечно, да, обязательно. У нас есть пациенты на выездной службе, которые обязательно все, а их много, это порядка 250 человек, все получат подарки к Новому году. Если у радиослушателей есть желание, первый московский хоспис находится на метро Спортивное по адресу улица Даватора, дом 10. Туда, ближе к Новому году, начиная со середины декабря, нужно приносить, например, мандарины, потому что это непосредственный запах и вкус Нового года. Туда нужно приносить мягкие сладости, которые тяжело больному человеку легко жевать. Пастилу и зефир, например. Грильяш не надо. Можно приносить, вот когда майские праздники, мы всегда просим красное вино и баночку икры для ветеранов войны, которые еще есть. Мы от тех людей, которые не хотят дожидаться приближения Нового года с мандаринами, готовы прийти раньше, нам вообще в хосписе нужно все. В хосписе нужно постельное белье, нужны памперсы, нужны салфетки, медперсоналу нужны перчатки. В хосписе можно приносить постельное белье, уже бэушное, у кого нет денег покупать новое, оно все равно через день станет бэушным. Не забывайте, что наш фонд помогает хосписам в регионах, где нет ничего. Сильно ситуация отличается от московской. Да. Понятно, это был ответ. Да. И хоспис — это дом. В хоспис нужны цветочные горшки, цветы, коврики, телевизоры и DVD-плееры, которые вы меняете, потому что вам он стал старый, а нам он будет новый. Нужно все. Мандарины мы точно любим. У нас есть особо рьяные сотрудники, которые запрещают есть мандарины сотрудникам фонда и хосписа, потому что их, мол, принесли только пациентам. Поэтому, пожалуйста, приносите на сотрудников тоже. Они тоже хотят на всех приносить. Вот. Так что помогайте. То есть нужна любая помощь. Любая помощь. У нас есть сайт в интернете, там есть такой раздел «Текущие нужды». И вот, когда я его просматриваю, я думаю, боже мой, я не знаю, чего нам не нужно. Нам все нужно. Давайте пообщаемся со слушателем «Финам.ФМ» 65 10 99 6 Код Москвы 495 «Финам.ФМ» Наше средство коммуникации. Здесь президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Ньюта Федермессер. Мы впервые встречаемся с Ньютой. И я уже напросился к ним в гости. Я обязательно там побываю, съезжу и вам расскажу. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Алё. Добрый вечер. Меня зовут Илья. Хотел бы поблагодарить вашу сегодняшнюю гостью. Очень она делает большое доброе дело. К сожалению, в стране про такие вещи не принято говорить. И считает, ну я не знаю, не то что плохим тоном. Мне кажется, просто люди не знают, что говорить, поэтому считают, что вообще ничего не говорит про эту тему. Давайте говорить. Я только за. Давайте говорить. Вопрос у меня к вам следующий. Скажите, пожалуйста, что ваши пациенты говорят, желают вам, наверное, какие-то добрые слова пытаются сказать, да, тем персоналу, который с ним работает. Может быть, людям, которые непричастны к этому делу, но они просят передать что-то своим близким, родным. И отличаются ли эти слова, которые говорят взрослые и, может быть, тяжелые люди, от тех, которые говорят дети. Спасибо. Вы знаете, Илья, у нас пациенты довольно много общаются с персоналом. Одна из задач, которые стоит перед персоналом, это общаться. И задача стоит не просто не говорить, а именно слушать то, что пациенты рассказывают. Если мы идем в палату к пожилым пациентам, то они рассказывают про жизнь, про свою, с большим интересом. Сегодня, например, я в коридоре столкнулась с замечательным дяденькой, который мне сказал, что ему 80 лет, поверить в это мне было довольно трудно, выглядит он значительно моложе. И он мне рассказал, что он 60 лет управлял хором, начал рассказывать про этот хор и про то, что это такое управлять хором. И сказал, что вот у вас есть один доктор, Ариф. Ариф – это такой термин в управлении хором, который там что-то значит. То есть на самом деле ваш вопрос, и ответ на этот вопрос – это повреждение того, что в хосписе продолжается жизнь. Мы говорим про все. Конечно, есть очень грустные разговоры. Многие люди говорят о будущем, которое будет без них. И они боятся за своих детей, за своих внуков, за своих мужей, как они будут справляться. В хосписе, безусловно, много слез. А что, разве вне хосписа слез мало? Дети говорят тоже о разном. И дети тоже умеют говорить о конце и о смерти. Я не забываю и никогда не забуду девочку, которая утешала свою маму плачущую. Девочке было 9 лет. И она маме сказала – ну что ты так плачешь? Когда меня не станет, я просто вернусь к тебе в животик, и мы всегда будем вместе. Говорят обо всем, и да, говорят более открыто, потому что нету больше смысла ничего скрывать. А вот у меня возник сразу вопрос. То есть люди уходят же. Уходят в мирной. Ну да, но они же не только в хосписе туда уходят. Безусловно. А вот в этот момент люди, которые с ними общались, как ты им объясняешь? Вы с ними общаетесь, пытаетесь разрядить ситуацию? Ну, понимаете, когда человек уходит в хосписе, это же не неожиданная смерть, как бывает в других ситуациях. Ты не попал под машину, у тебя не кирпич упал на голову. Семья к этому, как правило, готова. Безусловно, одна из самых трудных задач, которая лежит на персонале хосписа, это работа с родственниками и подготовка родственников. И в некоторых случаях мы берем на себя даже большее обязательство примирить семью, если какие-то есть неприятности, привести к одинокому пациенту того родственника, который от него отдалился, а пациент хочет его видеть. Готовим, работаем. Это можно подготовить. Длительное умирание от рака это порой месяцы, месяцы и годы, месяцы тяжелой болезни, для кого-то борьбы, для кого-то наоборот не борьбы, а опущенных рук. Люди разные, кто-то борется, кто-то быстро сдается. Это сама жизнь к этому готовит. Действительно, очень многие пациенты и родственники воспринимают уход как облегчение. Знаете, я недавно думала, есть такое слово замечательное в русском языке, которое мы каким-то образом обесценили и как-то мы его высмеяли. Такое слово «покойник». А это все-таки слово происходит от слова «покой». И когда человек долго болеет, мучается, у него боли, у него многократная в день до 30-40 раз рвота, у него одышка, ему тяжело. И да, он приехал в хоспис, мы постарались снять эти симптомы, постарались сделать так, чтобы ему не было так одиноко, чтобы ему не было так страшно, хотя все равно одиноко и страшно. И вот когда человек все-таки уходит, я все время поражаюсь. У наших больных такие одухотворенные, светлые, красивые лица. Потому что покой. И да, родственников при качественной работе можно к этому подготовить. Мне даже кажется, что, не кажется, я уверена в этом, что когда ты теряешь близкого родственника от длительной болезни, конечно, это значительно... Я не знаю. Я боюсь это произносить в эфире слова «гумания», потому что это тяжело, потому что хосписов мало. Но если вот сходятся звезды правильным образом, если человек какое-то время поболел, если он сумел, попал в такие условия, что он получил качественную помощь, то для родственников это спокойнее. Спасибо огромное. Надеюсь, вам будут помогать и успехов. Спасибо. Спасибо. Готово.